Пятница, 27 октября. На календаре и, как всегда, в 2 часа дня информационная служба 7 канала начинает свою работу в эфире. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Принятые парламентом реформы улучшат уровень жизни и не несут рисков для украинцев. Об этом сегодня заявили замминистры сразу нескольких ведомств. На форуме «Чего ждать от осени реформ» также выступил посол Чехии в Украине Радек Матула. Он заявил, что Чехия поддерживает курс, по которому движется Украина. Самой обсуждаемой стала медицинская реформа. По словам замминистра здравоохранения, новый закон обеспечит качественный сервис для пациентов и возможность заработать больше для врачей. За каждую медуслугу установят единый тариф по стране. Когда мы рассчитываем тарифы на медицинские услуги и заплатим лекарню за услуги по тарифу, нам нужно быть, можно сказать, что если ты за это самое, что мы уже заплатили с государства, по тарифу, по рахунку, еще возьмешь с пациента, то ты сильно получишь по руках. Этот тариф должен быть экономически обрунтован. Он должен быть достаточно высоким, чтобы оплатить лекарню все выдатки на нанятие этой услуги. Реформу будут внедрять постепенно до 2020 года. Украинские и зарубежные специалисты поделились опытом общественного управления. На конференции в Одесском региональном институте государственного управления при президенте Украины обсудили пути реформирования. Она присвячена главному вопросу в государстве Украины. Это управление. Потому что мы знаем, что мы все живем в нашей стране. И результаты нашего жизни, регионального развития и все остальное залежат от государственного управления, как говорят сейчас, публичного управления. Особенно в условиях, когда сейчас идет децентрализация, развитие местного самовредования, объединенные территориальные громады утворяются. В конференции приняли участие специалисты украинских вузов, представители регионального самоуправления, а также зарубежные эксперты в управленческой сфере. Как вы знаете, в Республике Молдова была проведена реформа центральной публичной власти. Из 16 министерств у нас осталось 9 министерств, а также было реформировано все агентства, было создано агентство публичных служб. Я хочу представить нашу систему касательно программы обучения. У нас есть очень квалифицированная система образования для государственных служащих. По итогам конференции сформулируют рекомендации, которые передадут в центральные и региональные органы власти. Реконструкция проблемных участков дороги должна вести к более безопасному движению и для водителей, и для пешеходов. Однако планы преображения участка на проспекте Шевченко между Дворцом спорта и Парком Победы, по мнению экспертов, приведут к ухудшению ситуации на дороге. Одесситы бьют тревогу, только их голос чиновники не слышат. В проблеме разбиралась наша Мишель Арманд. Аварийно-опасный участок дороги проспект Шевченко между Дворцом спорта и Парком Победы. Именно здесь чаще всего сталкиваются автомобили и сбивают пешеходов. 1 февраля 2015 года прямо здесь в аварию попал даже сам мэр города Одессы Геннадий Труханов. Тогда он наделался легкими ушибами и решил во что бы то ни стало изменить ситуацию. Однако решение затянулось на два долгих года. За это время на участке дороги пострадали десятки людей. Чаще всего из-за невнимательности пешеходов и прохождения поворота водителями на высокой скорости. Вот этот участок проспекта Шевченко от площади 10 апреля до Шампанского переулка один где-то из семи самых скоростных дорог в городе. И на мой взгляд это одна из причин высокой аварийности в этом месте. Чем выше скорость, тем тяжелее водителям совладать с управлением машиной и быстро среагировать на какую-то ситуацию. Уже известно, что на реконструкцию потратят 16 с лишним миллионов гривен. А сами работы надеются начать этой осенью, сразу после окончания тендерных процедур. Однако к самой реконструкции подошли весьма халатно. По проекту, который предлагает горсовет, дорогу перенесут прямо сюда. Уберут эти деревья, просто их спилят, избавятся от остановочной станции. Эксперты говорят, что такое решение не только не улучшит ситуацию, а попросту усугубит ее. Скорость машин увеличится еще больше. Водители будут думать, что они могут легче пройти этот поворот на высокой скорости. И они будут гонять здесь еще быстрее. И наоборот, для того, чтобы уменьшить здесь аварийность, нужно принять какие-то меры, чтобы водители были вынуждены ездить здесь медленнее. По мнению специалистов, единственный действенный метод – это заблаговременное сужение ширины полос. Это уменьшит скорость автомобиля и увеличит время на принятие решения водителям. Сужение физически, не просто разметкой, а повышением бордюрного камня с длинным островком безопасности, как сделали на улице Щерса. Только доказывать что-то чиновникам бесполезно. Главное, что деньги на реконструкцию уже выделили. Это вся информация на данный момент. Следующий выпуск новостей смотрите уже меньше, чем через два часа в 16.00. Ну а далее наш дневной эфир продолжит Татьяна Милимко. Не переключайтесь, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова